Дистанционное оформление ДТП, увеличение социальных выплат и сокращение бюрократии. С 1 июля в российском законодательстве вступает в силу ряд изменений, которые коснутся многих сфер жизни. О самых важных нововведениях расскажем в нашем следующем сюжете. С приходом нового месяца прибавку к пенсии получат сразу три категории россиян. В первую очередь это затронет тех, кому в июне этого года исполнилось 80 лет. Согласно документу, им будут доплачивать ежемесячно по 7,5 тысяч рублей. На дополнительные выплаты могут рассчитывать и те пенсионеры, чья трудовая деятельность завершилась в предыдущие месяцы. Для них предусмотрена индексация по выработанному стажу. А те, кто оставил работу в июле, получат повышенную доплату сразу, а не как раньше, через три месяца. Поликлинику без полиса. Теперь жители России могут выложить документ обязательного медицинского страхования из сумки и хранить его дома. Все потому, что с 1 июля посещать больницы можно без его предъявления. Однако обязательно при себе иметь паспорт. Это нововведение связано с реформой системы ОМС, частью которой является переход на электронный полис. Он будет запущен в России 1 декабря. С 1 июля в России вводится единый срок оформления паспорта. Теперь на то, чтобы получить главный документ, потребуется не больше пяти рабочих дней. Стоит отметить, что на оказание услуги не влияет ни место регистрации и проживания гражданина, ни причины замены. Оформить аварию станет проще. Уже с 15 июля на портале госуслуги можно будет не только зарегистрировать извещение о ДТП, но и подать заявление о компенсации ущерба по ОСАГО. В личном кабинете появится функция обмена фото и видеоматериалов с потерпевшим. Вместе с этим онлайн можно вести и все дальнейшее взаимодействие со страховой компанией. Сладкие напитки станут дороже. Это связано с тем, что теперь сахаросодержащие жидкости включены в список товаров, облагаемых акцизом. Его ставка составляет 7 рублей за литр. Но только если объемная доля углеводов превышает 5 грамм на 100 миллилитров. Как сообщают авторы инициативы, основная цель нововведения заключается в улучшении здоровья населения. Наталья Хмелева, Местное время.